Друзья! Маткульт, привет! Снова из нашей студии в Измайлова. Мы снова пишем с Григорием и экспериментируем. Сейчас мы подняли лампы вверх, чтобы не отбрасывать тени. Посмотрим, как это получится. Итак, разбор региональной олимпиады по математике среди учащихся пятых-шестых классов от Школкова, которая прошла в НГПУ в Набережно-Челнинском государственном педагогическом университете при Кавказском математическом центре под руководством вашего покорного слуги. Ну что, давайте разберем задачи, или, по крайней мере, почти все задачи сейчас, сколько успеем разобрать. У нас минут 20-25 есть. Поехали! Первая задача. Заменить один знак плюс на умножить, чтобы равенство стало верным. А равенство такое. 1 плюс 2 плюс 3 плюс 4 равно 5 плюс 6. Да, в общем-то, все задачи легкие, но, наверное, не такие, как эта. Немножко более сложные дальше будут. Так, тут, я надеюсь, вы сами все решите эту задачу, где надо плюс заменить на умножить. То есть, понятно, что не справа, а слева, иначе вы улетите далеко вверх. Ну, в общем, короче, тут очень быстро нащупывается. Вот. 3х4, опять же, больше, чем 5 плюс 6, поэтому тут очень быстро понять. Ну, можете просто перебором понять. То есть, это совсем для разминки. Всегда должна быть задача, которую решат все. Иначе обидно детям. Ну, вот пришел и вообще ничего не решил. Блин, вообще, да? Приходишь, я тупой, да? Я вообще ничего не решил. А папа говорит, а я тебе ремня дам, да? А тут приходишь и говоришь, я решил задачу! Одну, правда, но все-таки решил. Срочно сложную-сложную задачу. Папа говорит, молодец, ну, хоть одну задачу дорешил. Ну, вот. Идем дальше. 3 утенка и 4 гусенка весят 2 килограмма 500 грамм. Это 3у, 4г. Вот. А 4 утенка и 3 гусенка весят 2 килограмма 400 грамм. Сколько весит гусенок? Ну, это стандартно, конечно. Совершенно стандартно. Можно, кто такой вот человек прошаренный, да, какой-нибудь пятиклассник, он сразу, естественно, составит два таких уравнения, вычтет и все получит. Ну, в принципе, непрошаренный может тоже решить практически в уме, потому что ясно, что мы здесь, по сравнению с этой ситуацией, мы что сделали? Мы одного гусенка выкинули, а утенка прибавили. То есть заменили гусенка на утенка. И от этого потеряли 100 грамм. Вот. То есть от того, что мы одного гусенка заменяем на утенка, мы теряем 100 грамм. Но если мы теперь всех четырех гусят заменим на утят, то у нас будет 7 утят, а потеряем мы 400 грамм. То есть 7 утят равно 2 килограмма 100 грамм. Ну, то есть 2100 грамм. Вот. Сколько нас... А, у нас спрашивают про гусенка. Мы получили, что утенок 300 грамм в результате, ну, а гусенок, соответственно, 400 грамм. Ну, а более прошаренные вычтут просто из одного уравнения другое. И получится ровно то же самое. И у минус г равно 100. Вот. У равно г плюс 100. Хорошо. Пока мы идем быстро. Спору решаются задачи. Так. Следующая задача. Три подруги вышли погулять. Одна из них была в красном, другая в желтом, третья в синем. Платим. Их сумочки были тех же цветов. Известно, что только у Лизы цвет платья и сумочки совпадают. Ни платья, ни сумочка Олеси не были красными. А Полина была с желтой сумочкой. Определи цвет платья и сумочки у каждой девочки. Хорошо. Ну, как мы это сделаем? Ну, прежде всего мы, значит, составим таблицу, которую здесь они как раз нарисовали. У нас есть, вот есть платье, да? Ну, во-первых, есть девочки. Вот они здесь. Значит, давайте так. Вот это платье. Это сумка. Это, значит, красная, желтая, синяя. Так. Тут тоже красная. Почему-то синяя-желтая написано зачем-то. Странно. Ну, ладно. Пусть будет так. Тут желтая-синяя. А тут синяя-желтая. Ну, видимо, чтобы не ошибались, да? Чтобы свою таблицу не рисовали, они ошибались. Писывай сюда. Здесь девочка по имени Л. Здесь девочка по имени О. И здесь девочка по имени П. Ну, как бы, чтобы долго не проговаривать их имена, да? Рассмотрим трех поросят. Обозначим их за П1, П2 и П3. Да? Сказка о трех поросятах. Вот. Ну что? Давайте смотреть, что нам дано. У Лизы цвет платья и сумочки совпадают. То есть у Лизы, вот если К и К, Ж и С и С, да? Так. Ну хорошо, пока это нам ничего не дает. Ни платья, ни сумочка Олеси, ни красные. То есть ни платья, ни сумочка Олеси, ни красные. То есть у Олеси... Да, и при этом мы знаем, что только у Лизы... А, о, мы знаем уже, что у Лизы цвет платья и сумочки совпадают и только у нее. А, о, у Олеси, соответственно, не совпадают. То есть у Олеси два варианта. Здесь, здесь или здесь, здесь. То есть либо желтое платье, синяя сумочка, либо синее платье, желтая сумочка. Но при этом у Полины была желтая сумочка. Видите? Полина с желтой сумочкой. Вот, значит, вот здесь вот плюс стоит. Тем самым не может быть, если у Полины желтая сумочка. Так, сейчас из сумочки тех же цветов желтая, синяя. Ну, то есть нет двух желтых сумочек, да? Соответственно, у Олеси, так как не красная и, соответственно, теперь не желтая, то синяя и раз не совпадают, то здесь желтая. Вот мы уже все, в принципе, получили. Почему мы все получили? А потому что, а потому что, так, у Лизы цвет платья и сумочки совпадает. Значит, у Лизы не может быть, ну, вот так сказать, вот тут и тут уже стоят минусы. Значит, здесь красная, раз совпадает, то здесь тоже красная. Значит, здесь два минуса и, кажется, мы уже все вычислили, да? Ну, да, у Полины, соответственно, не совпадает, значит, синяя сумочка и вся задача вроде как решена, да? Ну, кажется, правильно. Надеюсь, что правильно. То есть у Лизы красное платье и сумка. У Олеси платье желтое, сумка синяя. У Полины платье синее, сумка желтое. Все условия совпадают, все остальное выведено подчистую. Так, тут 7 задач. Задача 4. Имеется 8 палочек длиной в 1 см, 8 палочек длиной в 2 см и 7 палочек длиной в 5 см. 8, 1 см, 8, 2 см и 7 палочек в 5 см. А что надо? А надо вот что. Можно ли из всех палочек этого набора сложить прямоугольник? Разламывать палочки нельзя. Прямоугольник захотели, понимаешь? Ну, давайте представим себе, что можно. Так как их нельзя разламывать, то все его стороны будут состоять из целого числа сантиметров. Потому что в каждой стороне, мы же не можем размалывать, в каждой стороне, раз не можем разламывать, ну, какое-то вот целое количество этих палочек. А все палочки с целой длиной сторон. Значит, получается, что вот это вот целые числа. Вот это вот. Но это одинаковые целые числа внизу и наверху, да? И сбоку тоже одинаковые, потому что это прямоугольник. И тем самым получается, что его периметр-то чему равен? Н2 умножить на М плюс Н. И он должен совпадать, так как из всех палочек набора строим прямоугольник, то он должен совпадать с суммарной длиной всех палочек. То есть 8Ю1 плюс 8Ю2 плюс 7Ю5. И вот мы, очевидно, пришли к противоречию сразу, потому что это четное, это четное, это четное, это нечетное. Противоречие доказывает, что собрать из них прямоугольник невозможно. Так, давайте постираем все, что было, пока это была такая, на самом деле, разминка. Вот хорошая задача следующая. Настолько хорошая, что я вводил какие-то Х и У из этой там, в общем, даже решал ее какое-то время, надо сказать, да? Итак, ну может детям проще, потому что там надо придумать, а чтобы придумать, иногда не нужно ничего решать, ты просто сидишь и придумываешь. А задача такая, расставьте в таблице 3 на 3 числа, не обязательно различные, я добавлю натуральные, потому что в пятом-шестом других не знают. Так, чтобы сумма чисел по строкам равнялась 5, 7 и 9, а по столбцам 6, 7 и 8. То есть берем крестики-нолики на доске вот этой 3 на 3, вот такая вот, короче, 3 на 3 берем. И можно какие-то натуральные числа, не обязательно различные, сделать так, чтобы, оставить, чтобы здесь сумма была равна 5, здесь 7, здесь 9, здесь, соответственно, 6, 7 и 8. Ну, а проверка на вшивость состоит в том, что мы суммируем по строкам, это должна быть та же сумма, что и по столбцам, тут все выполнено, все верно. То есть, ну, априори говоря, в принципе, это, наверное, было бы возможно. Ну, и как я вот умудренный каким-то, отягощенный, да, отягощенный вот своим математическим образованием, какими-то докторскими степенями, там, академическими этими, да. Вот, я не знаю, я бы сюда, наверное, поставил единицу, а дальше думал, потому что дальше я не знаю, ну, вот, надо как-то поставить какие-то x и y, там, z, да, вот. Вот, то есть, здесь как бы должно быть больше, ну, может, вот сюда вот поставим одно и то же всюду, да, попробуем, вот я бы так сделал, да, я бы предположил, пусть вот здесь, здесь, здесь и здесь одно и то же, так бы попробовал. Это получится у меня или нет? Если у меня сейчас не получится, значит, и бог с ней, сами решайте, потому что перебором дети все нормально ее решили. Так, ну, вот есть тогда, смотрите, вот, x, y, там, z, t, r, во, сколько переменных наплодил. Вот, значит, при этом, x плюс y плюс z, да, так, 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 x плюс y плюс z, да, равно 5, так, как-то я хотел, чтобы они получились у меня, ага, да, а x плюс y, ну, конечно, x плюс y плюс t по вертикали равно 6, да, то есть видно, что у меня, так, если вот здесь 5, а здесь 6, то, соответственно, здесь стоит не t, а просто z плюс 1, вот, очень хорошо, так, ну, если здесь 7 и здесь 7, то это не y, а 3, ну, а так вот, как бы, я не знаю, как решать такую задачу, кроме как каким-то умным перебором, просто не знаю, вот, ну, вот пока у меня вот такая информация. Дальше, вот это вот получается у меня x плюс 3 плюс z, а здесь z плюс 1 плюс 3 плюс r, да, так, значит, тут 5, 6, дальше, вот еще что, тут 8, а тут 9, да, то есть, опять же, а, нет, это 5, а это 8, вот, это 5, а это 8, значит, так, как они отличаются на x и r, то здесь x плюс 3. Так что-то получилось? Да, вроде так. 5, тогда здесь 8, дальше здесь 8, а здесь 9 автоматом получается, потому что я увеличил на единицу z, и опять же, 9 и 6 тоже получаются у меня автоматом. То есть, у меня все уже выполненные, осталось только найти какие-нибудь x и z, вот, да, получается так. Но если нужно найти какие-то x и z, то я нахожу их равными единицей, иначе у меня 5 здесь не получится. Тогда здесь будет 4, а здесь будет 2, да, вышло? Да, вроде вышло. Решили, решили, да. 5, 7, 9, 6, 7, 8. Ра-ра-ура, эй-бей-турумбей. Супер. Задача номер 6, предпоследняя. Для того, чтобы покрасить кубик, изображенный на левом рисунке, понадобится 9 килограмм краски. Сколько краски потребуется, чтобы покрасить фигуру, изображенную на правом рисунке? Ну, вот это я не понял, это какой-то прикол. Здесь нарисован кубик Рубика обычный. Вот так, как мы его знаем. И для него нужно 9 килограмм краски. Ну, понятно, имеется в виду, наверное, целиком. Задние стороны тоже надо красить, которые мы не видим. А здесь нарисован кубик Рубика, у которого я это не умею рисовать. Я никогда не смогу так нарисовать, но, в общем, из него вырезан вот эти 2х2. Вот, короче, кто-то из него выгрыз, какой-то людоед отгрыз отсюда. Людоед у джентльмена. Вот отгрыз кто-то, вот этот вот кусок весь. Выгрыз, и осталась вот, соответственно, какая-то фигура. Вот, ну, вот так вот там вот, да. И сколько нужно краски? Ну, я вообще не могу понять, столько же нужно, потому что поверхность, вот мы видим, видим, как бы заднюю сторону кубика 2х2х2, вычлененного из этого. А нужно нам было покрасить переднюю, теперь нужно покрасить заднюю фактически, и все. То есть я не вижу никакой разницы. Можно даже по клеткам посчитать, что все то же самое. То есть это какая-то либо задача-прикол, либо здесь какая-то жуткая ловушка, которую я не заметил, да. То есть это ловушка или нет? Если нет, нет, тогда ответ 9 килограмм. Столько же, сколько было. Ну и, наконец, последняя задача. Ёжик учится считать до тысячи. При этом, чтобы себя как-то наградить за тяжелый труд. Каждый раз, когда название, названное ёжиком число, не делится на 2 и на 5, не делится ни на 2, ни на 5, он съедает конфету. То есть, например, назвал 3. Один назвал, съел конфету. Два, нет. Три съел конфету. Четыре не съел. Пять не съел. Шесть не съел. Семь снова съел, да. То есть, когда он называет число, не делится ни на 2, ни на 5, он съедает конфету. Вопрос, сколько он съест конфет. Значит, ну что я могу тут сказать. Значит, так, всего чисел тысяча. Тысяча. Но тысячу конфет он не съест, потому что половина этих чисел делится на два. Значит, еще одна пятая этих чисел делится на 5. И, наверное, у многих детей вот это и осталось как правильный ответ, но он неправильный. Почему? Потому что некоторые числа, которые делятся на 2, на 5 тоже делятся. Более того, число н делится на 2 и на 5 одновременно тогда и только тогда, когда оно делится на 10 по очевидным причинам. Поэтому дважды мы посчитали числа с нулем на конце. И их будет, соответственно, вот столько. Ну и того уже можно посчитать. Теперь же кажется все честно. Минус 500, минус 200, плюс 100. То есть окончательно получилось 400. Конфет он съест. Обжора! Вот обжора-то, да? Ну а вам всем откуда? Привет!